Вадим Сергеевич, Вадим Сергеевич, итак, подождите, мы, мы это вылечили, потому что вы прекрасно знаете, что по всему городу ходят слухи о том, что Владимир Груздев собирается покупать арсенал, и по крайней мере есть такая вероятность. Покупать арсенал зачем? У нас даже Туляк обратился с ником Игорек93 с просьбой, вы пьющий, Владимир Сергеевич, купите, пожалуйста, арсенал. Ну, арсенал у нас юридической формы умеет не коммерческой партнер, но не коммерческая организация, автономная коммерческая организация, поэтому, в общем, покупать там нечего. Самое главное в арсенале, как в общем и во всем, это люди, то есть команда. Есть команда, и мы будем поддерживать команду. Мы, безусловно, думаем о том, что если команда сможет собраться и выйти в премьер-лигу, она должна быть, конечно, в другой форме собственности. Но один из вариантов, который мы обсуждаем, в том числе с Оленичем, это в том, чтобы сами игроки и тренеры были одним из учредителей команды. Мне кажется, это будет тоже достаточно справедливо. И наша задача, чтобы мы нашли хорошего собственника, это может быть и муниципальное образование, это может быть и область, это может быть и физическое, либо юридическое лицо. Но это точно не должен быть губернатор. Потому что, ну, это неправильно. Потому что клуб – это бизнес. И, во-первых, мне запрещено заниматься бизнесом по закону. Это, во-первых. Во-вторых, всегда возникает потенциальный конфликт интересов. И, мне кажется, моя основная задача – создать условия для развития клуба, кому бы он не принадлежал. Но быть его владельцем, мне кажется, это несправедливо. Оказывать помощь? А клубу оказывают помощь. Поэтому клуб у нас не испытывает на сегодняшний день финансовых проблем. А желающие есть уже стать собственниками? Ну, мы не торопимся. Я еще раз повторю, что мне кажется, было бы правильно, если бы сами спортсмены и тренеры были учредителями клуба. Это, ну, или имели бы большую часть в капитале компании, которая владеет футбольным клубом. Ну, такого пока нет у нас. Но, мне кажется, это могло бы быть достаточно интересно. Владимир Сергеевич, ставя точку в этом вопросе, при должных спортивных показателях мы будем в премьер-лиге в следующем году? Ну, это же зависит от команды. Ну, если спортивные, результаты будут. Вы же видите, если вы посмотрите, сегодня есть там тройка лидеров. Да, это Мордовия, Алания и Арсенал. Да, то есть вы видите, что у каждой... Но если пробьемся, будем играть? Играть? Ну, конечно, будем играть. Но если пробьемся, конечно, будем играть. И выигрывать будем, и побеждать. Так что, нет, все впереди. Но вопрос в том, что нужно двигаться раз за разом. Семейная газета «Слобода» не может не спросить о семье. Мы очень редко видим вашу супругу Ольгу. Все ли в порядке? Чем она занимается? Все хорошо. Вот сидит и ждет, пока я закончу с вами интервью. Владимир Сергеевич, а можно еще один личный вопрос? Я думаю, что для вас это не секрет, что часть туляков и достаточно серьезная часть воспринимают все ваши действия через призму вашего состояния. Логика такая. Грузия – богатый человек. И не странно, что на свои деньги он ставит детские площадки, выкладывает деньги в Кремль, спонсирует Арсенал, дарит раз в год квартиру многодетной семьи. Это не странно, потому что он богат, и такие люди должны делиться с простыми людьми. Ну, в принципе, я с этой логикой согласен. Наверное, люди действительно... У нас во всех религиях десятину надо отдавать. Но это правильно, а почему нет? А у меня более философский вопрос. Легко ли быть богатым человеком в России? Поделитесь ощущениями. Богатым? Да, мне кажется, в России гораздо, наверное, легче, чем где-нибудь во Франции или в Америке. Почему? Ну, мне кажется, у нас, в общем-то, так сказать, для людей, которые занимаются бизнесом, да, потому что деньги – это же результат оценки деятельности предпринимателя, да, и та налоговая система, в целом, та налоговая система, которая есть в отношении физических лиц, она очень такая, ну, гораздо более щадящая, нежели в европейских странах или в Соединенных Штатах. Ну, не только о налогах, это же вопрос в том числе и о возможностях. Ну, а ситуации, ну, как сказать, ситуации бывают разные, и жизнь меняется, и в том числе политическая ситуация иногда требует увеличения налогов. Видите, федеральный законодатель принял решение о увеличении налогов на владельцев других автомобилей. Ну, мне кажется, это достаточно справедливая история. Телеканал «Первый Тульский» снова с вопросом от жителей предлагаем опять в выездную студию переключить. Владимир Сергеевич, когда в Толию берет палатки с пивом и сигаретами? Вопросы к молодому поколению. Да, ну, с пивом и сигаретами очень хороший вопрос. Спасибо молодому человеку. На самом деле, пиво уже с 1 июля нельзя, извиняюсь, даже с 1 января 2013 года нельзя торговать пивом в палатках, а с 1 июня 2014 года будет запрещено торговать и сигаретами. Все знают об этом, поэтому, соответственно, мы будем четко требовать выполнения федерального закона. Ну, наверное, вы тоже обратили внимание, что количество палаток у нас уменьшается с каждым днем. Мы, так сказать, приводим порядок. У нас есть зона по размещению нестационарных объектов. Эти правила разработаны городом, соответственно, к объему нестационарных объектов и, скажем, самостийных рынков, сокращенных рынков у нас нет вообще. Мы уже, наверное, тоже обратили внимание, в том числе рядом с областной больницей. И мы будем поощрять нормальные формы торговли. Следующий этап, чем мы будем заниматься, это, конечно, наведение порядка по оформлению города. То есть вся наружная реклама, перетяжки, щиты. Мы этим тоже сейчас очень активно занимаемся. Будет лучше, чем в Москве. А почему вы сделали послабление по продаже алкоголя в выходные? То есть сначала жестко ввели ограничения, а потом с двух часов разрешили? Вы знаете, тут я вот... А нет, раньше. 12. Очень многие, ну, женщины в подавляющем большинстве поддерживают наши меры по ограничению торговли алкоголя. Да, почему? Потому что они говорят, что мой-то, говорит, теперь приходит трезвый. Если мы выпиваем, то он выпивает хотя бы после того, как пообедает, либо поужинает. Ну, то есть, говорит, и он, в общем-то, он в семье, да, то есть, и он доступный, так сказать, и в семье. Но при этом, действительно, многие говорили, что люди выезжают на дачи, за город в летний период, и дожидаться двух часов в субботу, чтобы зайти и купить бутылку вина или, скажем, бутылку даже тяжелого алкоголя, ну, не очень удобно. Ну, мы посмотрели, что 12 часов удобно для людей, поэтому с 12 часов по субботним, воскресным дням и по праздничным мы предусмотрели снижение. Все остальные дни, пожалуйста, с 14 часов. Ну, у нас же потом все смены начинаются с 8, в 16 смены обычно заканчиваются. Вот, поэтому, в принципе, все люди, кому нужно, у всех, мне кажется, дома алкоголь есть. Возможность купить есть, ажиотажа никакого нет. Но очень важно, чтобы алкоголь перестал быть вот импульсивной такой покупкой. И мне кажется, это тоже нормально, когда власть слышит то, что люди хотели бы, чтобы было изменено. Мы услышали людей, изменили, пожалуйста, сделали. Мы же в данном случае не самодуры какие-то. Нам нужно сделать так, чтобы устраивало подавляющее большинство жителей. Вот мы так сделали. А касательно антикурительных, точнее, мер. Очень активно велась пропаганда, был принят федеральный закон, и в Белом доме тоже была демонтирована курилка. На ваш взгляд, стали курить меньше, по крайней мере, ваши сотрудники? Ну, покуривают еще, но значительно меньше, это правда. Нет, покуривают. Но, вы знаете, кажется, подход правильный. Если мы можем предложить что-то иное, например, мы можем предложить спорт, мы можем предложить досуг. Почему нет? Почему нет? И мне кажется, для людей это очень в перспективе, это правильно. Ну, а то, что органы государственные и муниципальные власти должны быть в этом смысле образцом для подорожания. Ну, если законы принимаются, то, что кто в первом углу? Прежде всего, те, кто являются представителями власти, они должны эти правила выполнять. Владимир Сергеевич, ну, скоро мы заговорили о здоровье, давайте больную тему поднимем. Укомплектованность кадрами тульской медицины. Мы знаем, да, что вы прилагаете достаточных усилий. Мы знаем, что у нас 24 на 10 тысяч человек. 27 сейчас. Сейчас 27. Все равно, да, на уровне 24, которые нужны. Ну, 44 это средний по стране, но нам для нас, вот мы ориентир, который мы ставим на 5-летний срок, это ориентир 37 врачей на 10 тысяч жителей. Смотрите, вот меры, которые принимает регион, значит, вы выбиваете целевые места, буквально, да, у федерации, вы предоставляете люготную ипотеку, вы даете служебные автомобили тем, кто приезжает на сего. Нет, причем частно, мы даже, мы субсидируем, мы дарим, мы дарим, да, мы дарим автомобили для тех врачей, которые приезжают работать на селе, для фельдшеров и врачей. Разные версии, если кто-то нам говорил, что они могут их потом выкупить, при том, что это служебные автомобили. Ну, он, автомобиль предоставляемый в пользование, да, то есть человек пользуется им, так сказать, ну, фактически он может пользоваться и по личному правилам тоже, да, ну, то есть фактически это его личный автомобиль. А на чего ли это работать? Вопрос, да. На чего ли это работать уже? Пока не очень, потому что есть, вы знаете, многие же не верят, это вопрос начала программы, программа только начала в этом году работать, поэтому мы, конечно, не очень, так сказать, полагаемся, но и здесь комплекс мер, в том числе комплекс мер по заработной плате, поэтому когда мы, я вот, опять же, собирал когда врачей и главных специалистов, вот у нас есть некоторые главные специалисты, которые по 10 лет в районы не выезжают, понимаете? При этом они вот сидят у себя там в областной больнице и чувствуют себя хорошо. Район – это отдельная больная тема? Много жителей тоже пишут. Но главный, что такое главный специалист? Главный специалист по той или иной болезни – это человек, который фактически является разработчиком стратегии по борьбе с этой болезнью. У нас же есть статистика, от чего люди умирают, да, то есть мы, соответственно, мероприятие, которое мы принимаем, мы принимаем в рамках этой статистики. Главный специалист – это тот человек, который нам должен нарисовать дорожную карту, как нам преодолеть или снизить смертность от тех или иных болезней. Это вопрос, прежде всего, главным специалистам. А если он 10 лет в районы не выезжает? Слушайте, ну, конечно, что он сидит у себя, так сказать, в основном они у нас сосредоточены в областной больнице, ну, потому что как основное наше мероприятие. Я, кстати, сделал тоже замечание главному врачу областной больницы. Вот ангиограф, дорогое оборудование мы купили два года назад, 37 миллионов рублей заплатили. В 8 месяцев они его устанавливали. Так вот, еще за год он уже работает. За год они всего сделали 102 коронарографии и всего 5 шунтированных. Слушайте, ну, он должен работать просто, а не в день. Ну, почему так, да? Это вопрос тоже к главным специалистам, понимаете, к тем людям, которые занимаются этой профессией. Это вопрос порядочности или... Это вопрос... Или берегут оборудование. Это вопрос, это вопрос, как вот в Библию возвращаясь, если дерево не плодоносит, то что с ним делать? Почему здесь и кадров? Ну, мы бы иногда, знаете, иногда звездности, иногда, может быть, усталости, иногда, может быть, отсутствие мотивации какой-то. Но я переговорил с главным врачом, с Александром Симоновым, мы с ним, так сказать, с Александром Федоровичем очень активно проговорили. Он понимает эту проблематику, и я ему сказал, что твоя задача, как главного врача, обеспечить полное функционирование всего оборудования, которое мы купили. И, конечно, нужно здесь с заведующих отделениями, с главных специалистов спрашивать. Да он, агоняй. Его задача, это вопрос контролировать и жить нет. Поэтому тут вопрос такой, это как в любой, понимаете. Вопрос требовательности. Когда у человека есть, скажем так сказать, необходимая требовательность, там все и работает. Поэтому здесь, конечно, от руководителя очень много. А вот портал Доктор71, электронная запись к врачам. Почему не все поликлиники? И подключены к ней, и когда будут результаты? Ну, это подключены будут в ближайшее время. У нас нет другого пути, только, конечно, двигаться только вперед. Хочу сказать, что в рамках Российской Федерации Тульская область выглядит очень достойно с точки зрения применения электронной поликлиники, телемедицины в том числе. Поверьте, мы стараемся все это, что называется, заставлять делать. Но, опять же, мы сталкиваемся в проблемах кадров. То есть, если мы, скажем, с органами власти, государственной власти, местного самоуправления, хотя в местном самоуправлении уже тоже мы сталкиваемся с проблемой с кадровым голодом, то с властью мы разбираемся, мы как бы подбираем новых людей, даем возможность новым людям себя реализовать. То с медициной, с учетом того, что у нас и так дефицит кадров, то кадровые решения не сильно попринимаешь. Поэтому иногда некоторые, так сказать, руководители на местах этими позициями заупотребляют. Ну, в какой-то степени я, да, я заложник, но я прекрасно понимаю, что для нас здравоохранение, медицина – это основное направление, которым мы занимаемся и будем заниматься дальше. И прежде всего, вот я их собирал, я им сказал, прежде всего вы должны изменить отношение к людям. Вот к людям, которые к вам приходят, к вашим пациентам, они вас кормят. Вы от пациентов, от оказываемой помощи, вам начисляется зарплата, вы от этого живете. Поэтому вы должны, прежде всего, изменить отношение. Вы должны к ним относиться как к своим клиентам, к людям, которых вы заинтересованы. Поэтому мы будем очень активно поддерживать здесь население и будем реагировать на каждый случай, если отношение некорректное. Были такие прецеденты, когда вы, например, уволили или оштрафовали по обращению жителей? Мы освободили от должности главного врача Новомосковской больницы. То есть туда просто, так сказать, ну он просто с людьми не разговаривал вообще, то есть он их не видел. Сегодня там молодой, перспективный, главный врач. И вот совершенно другое отношение жителей сразу стало, так сказать, в том числе и власти оценивать по-другому совершенно качество медицинской медицины. Поэтому здесь этот вопрос, он такой, он комплексный. Но медицина, здравоохранение, вот если с дорогами у нас дорожная карта, она нам понятна, мы понимаем, что нам делать, то здравоохранение, мы тоже все видим, все понимаем, что делать идет несколько сложнее. Из-за вот, из-за вязкости и часто непрозрачности ведения, так сказать, дела. Можно как раз об этом, да? Вы говорили еще о мотивации, о том, что врача надо замотивировать. Признаюсь, симпатично было, когда при очередном докладе Тулустата по зарплатам вы сказали, отдельно считайте рядовой состав. И отдельно руководителей, больше не давайте среднее арифметическое. Так вот, этот разрыв, он же остается, для вас это не секрет. А в некоторых больницах он измеряется десятками раз между средним и нижним звеном, и два врача. Я вам хочу сказать, что у нас есть врачи, доход которых за прошлый год составил 5,5-7 миллионов рублей. Это в районе президента. Ну, у президента меньше зарплаты. Да, поэтому я говорю. Президента чуть меньше 5 миллионов. Есть и такие. И если посмотреть, то сегодня средняя зарплатная плата по врачам у нас около 34 тысяч рублей по области. А средняя зарплата младшего звена всего 7,5. То есть, вот это как раз тот минимум, который мы сегодня обеспечили. Разница есть. Но мы должны все-таки здесь немножко тоже по-другому посмотреть. Когда у нас будет возможность выбора, конечно, мы будем выбирать. Мы будем выбирать. А когда у нас Москва предлагает такому же врачу скорую помощь, у нас 30 тысяч, а там 83 тысячи, то, конечно, суточная работа. Народ идет, едет, работает туда. И, соответственно, сутки двое или сутки трое и в три раза больше заработной платы. Понимаете? В этом смысле есть проблема. И Москва, конечно, в этом смысле является нашим основным, с одной стороны, конкурентом, а с другой стороны, нашим потребителем наших услуг. Да, кстати. Кстати, да. Кстати, да. Наши читатели выступил, скорее даже не с вопросами, а с предложением. Он считает, что для того, чтобы вам войти в историю, необходимо расчистить набережные Упы. От грязи и канализационных услуг. Какие-то конюшни, да, то есть какие-то тульские, аггеи и канюшни. Может быть, Евгений Васильевич войдет в историю. Если вы считаете... Готовы поделиться на странице. Нам интересно, как вы относитесь к этому предложению. Нет, я очень хорошо отношусь к этому. Вот я взял на себя некоторые обязательства, которые, так сказать, я реализую. Совершенно точно. В рамках своих, в рамках своей политической каденции. Соответственно, тот Кремль мы приведем в порядок полностью. То есть мы приведем в порядок парки, которые на себя взяли, так сказать, ответственность. Это и Белоусовский, и Комсомольский. Про парк Калитарского района город нам с удовольствием его передал. Вот. Еще и речь идет о том, чтобы сформировать площадку парка 250-летия Тоза. Но это просто несформированная зона. Это, ну, как сказать, фактически сложившийся парк. Но я очень надеюсь, что жители все-таки 7 сентября выйдут на субботник. И уберут. Они мне все обещают. Они подписи собирают, чтобы там строительства никакого не было. А я им говорю, хорошо. Если вы не хотите, чтобы мы строили, то сделайте из вот этого, так сказать, места парк. Чтобы мы все-таки были парк. Вы же с народным бюджетом, да? Вбросьте свою копеечку или свой ресурс. Уберите. Зачем? Конечно. Выйдите, уберите. Вы сложите мусор, мы его сами вывезем. Уберите, придите его в порядок. И мы с удовольствием тогда его сформируем как зону парка и поставим на баланс. И даже возьмем на, так сказать, ответственность области. Вот. Поэтому Платоновский лес там, по-моему, арендатор приводит в порядок. И мне уже жители звонят и пишут. Вот, так сказать, арендатор там имеет эту землю на 49 лет в аренду. И почему-то за ней забывал ухаживать. Ну, мы напомнили ему, что еще и ухаживать неплохо. Тем более, что жители там лестницы сделали в порядок, привели, в общем, ступеньки. Ну, вот там приводит в порядок. Надеюсь, что в дню области будет приведено все полностью. Мы с арендатором приедем, съездим перед днем области туда вместе. Вот. Что касается... Это вот второй вопрос, который я взял на себя. И мы эти вот вопросы однозначно сделаем. То есть, клемма ли он будет ядром и центром притяжения? Конечно, очень важно, чтобы у нас появилась своя набережная. И вот здесь мы с Тульским оружейным заводом активно ведем работу для того, чтобы они все-таки перенесли свой периметр. И мы открыли, так сказать, набережную, прилегающую к Кремлю, которая идет параллельно у улицы Металлистов, чтобы из нее сделать набережную. Мы помогли им, оформили земельный участок в их собственность, они его выкупили. Мы готовы, чтобы, так сказать, на этом участке, эта набережная была, ну, такая как развлекательная набережная, чтобы там были кафе, рестораны, всевозможные, так может быть, торговые предприятия. Мы им помогаем в этом направлении. Очень важно, чтобы они просто, так сказать, не тянули, а нашли финансовый ресурс для того, чтобы начать реализовывать. Но я надеюсь, что мы успеем эту часть тоже, так сказать, привести в порядок. Что касается в целом, конечно, для города, ну, очень важны набережные, для любого города. Поэтому для Тулы, там, формирование, так сказать, нормальных набережных и формирование, так сказать, нормальной водной глади, потому что мне тоже, конечно, упали в том виде, в котором она есть, она совсем не будет. Если она не будет полноводной, то эстетического вида мы там не будем. Не будет, да, 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 совершенно верно. Поэтому это занимаемся. А когда мы сможем прогуляться уже по новой набережной? Я пока не могу дать четкого ответа. А Кремль новый увидим? Кремль новый, мы, надеюсь, что мы в полном завершении, в полном завершении, новый Кремль мы увидим 14 сентября 2014 года. День области. Какая точность? Да. И в каталогах ЮНЕСКО сразу же. А вот после этого мы будем уже заявляться в каталоге, потому что мы сможем привести все в порядок, закончить раскопки, там, кстати, очень интересные раскопки сейчас проходят, и тогда, конечно, мы уже можем заявляться. Просто попасть в каталог ЮНЕСКО с разрушающимся зданием неправильно. Логично. Владимир Сергеевич, вы счастливый человек? Очень. А что нужно для счастья? Какой-то рецепт есть? Какой-то рецепт есть, мотивированный? Нет, у меня много работы, и это тоже... Когда, вы знаете, вот, мне кажется, каждый человек становится счастливым от того, что он каждый день добивается решения каких-то небольших, очень важных проблем. И когда у тебя каждый день психологи советуют не ставить каких-то грандиозных задач, безусловно, их нужно, так сказать, продумывать, но для того, чтобы собственная мотивация никогда не понижалась, то есть нужно ставить... Маленькие победы. Маленькие победы, да. Вот история небольших, маленьких побед. Поэтому, вот, мне кажется, такие маленькие победы, они нужны, там, не только мне, они нужны всем туликам. И вот я это вижу, когда на стадион приходишь, когда там 18-19 тысяч человек приходят на стадион и, так сказать, скандируют вперед за Тулу, да, и вот Арсенал. То есть это действительно, ну, как-то, так сказать, тулики соскучились по победам, но, к сожалению, не всегда готовы прикладывать усилия для того, чтобы этих побед достигать. То есть, вот, мотивация, изменение настроения, это то, что я говорил в своей инаугурационной речи, и то, что я продолжаю повторять сейчас. Самое важное, чтобы тулики себя почувствовали хозяинами своей территории, чтобы они активнее участвовали, так сказать, в управлении своей территорией. И старались все-таки видеть стакан не наполовину пустой, а наполовину полный. У нас много проблем, конечно, и многие проблемы, наверное, мы и решить не сможем, ну, естественный вопрос. Потому что все развивается, город развивается, страна развивается, мир развивается, человечество. Вот, поэтому, мне кажется, вопрос мотивации, он именно в этом. Ну, и, конечно, очень хочется вместе добиться этих результатов, чтобы мы увидели с вами там обновленный Кремль, приведенные в порядок парки. Ну, и вот чистый город, без пеньков, без мусорных свалок и так далее. Ну, хочется, действительно хочется это все видеть, и, в принципе, это все можно сделать. Это вопрос внутренней самоорганизации во многом, и немножко изменения отношений. Этим летом в отставку ушли многие главы в Туле и Теруправлении, в районах администрации, и к нам в выездную студию пришли люди с вопросом об эффективности местных глав. Добрый день, Владимир Сергеевич. Я обращаюсь к вам от имени жителей Дубинского района. Вы недавно, 9 июля были в Дубне, и глава администрации обещала сделать там дороги, вообще много-много. Вообще ничего не делается. Просили к вам обратиться, чтобы немножко вы, не немножко, а уделили внимание Дубинского района конкретно. Вплоть до замены главы администрации люди просили передать. Этот вопрос можно взять шире, что так или иначе к вам идут с просьбой решить их проблемы, хотя должна разбираться местная власть и администрация. Это нормально, то есть в принципе это естественно. Люди идут туда, где их слышат. И безусловно, идти туда, где тебя не слышат, где тебя не готовы видеть, ну какой смысл, что там делать. Поэтому люди обращаются к нам, хотя, конечно, я считаю, что у нас достаточно высокий показатель решения тех проблем, с которыми к нам люди обращаются. Это почти там от 40 до 50 процентов. И я считаю, что это действительно очень высокий показатель, потому что в среднем по стране там около 20. Но все равно этого недостаточно, потому что проблем накопилось очень много. И здесь вопрос формирования как раз ответственной власти. Многое меняется, но тоже местная власть, многие руководители, вы же сами знаете, это же выбранные должности. То есть есть процедуры отстранения от должности, есть процедуры выборов, есть... И мы все эти процедуры должны соблюдать. И что касается Дубинского района, у меня тоже очень много нареканий к этому району, но Кондакову мы дали определенный срок на устранение этих недостатков. Если мы видим, мы когда проводим соцопросы, мы тоже, в том числе и жители, задаем вопрос, как они оценивают деятельность того или иного главы. Если мы видим, что рейтинг с антирейтингом отличается существенно в пользу антирейтинга, то, конечно, мы с такими главами прощаемся. Какая важность этих вопросов, чем гарантируется? Ведь у любого человека есть недоброжелатели. Да, но мы же видим, у нас есть, ну вот могу вам привести, допустим, рейтинг главы Новомосковского, он там 55%, при этом антирейтинг около 20%. Ну, то есть мы видим и обратную картину. Но при этом, если мы видим Новомосковск, мы видим, что действительно за последние два года в Новомосковске сделано очень многое, и город он совершенно другой становится. Вот если пройти... С этим трудно спорить, а вот вернемся в Тулу, да, после летних встреч трое, да, районов остались без глав. Это Заречья, это Пролетарский район и это Советский район. Привокзальный район и Центральный район, можно сказать, пережили встречу губернатора с населением, главы остались на своих местах. К какому принципу вот это неживание произошло, что одни покинули кресло, а другие остались? Ну, есть объективные показатели, и поэтому по этим объективным показателям, так сказать, многое определяется. Ну, что касается Федорова, то он покинул по состоянию здоровья, ну, просто действительно тяжело. И требования жителей Туликов, они очень высокие. Я сказал, что у Туликов требования выше, чем у жителей сельской местности. Поэтому люди хотят более быстрых и эффективных решений тех проблем, которые у них есть. Еще раз говорю, что у меня в этом смысле нету никаких личных пристрастий или наоборот симпатий или антипатий. Я, мне совершенно все равно, если у человека есть эффективная работа, если у человека есть рейтинг и поддержки его населения, реальный рейтинг, потому что мы меряем независимой компанией, вот, мы, конечно, таких людей поддерживаем. Мы видим, что у нас существенное изменение ситуации, вот, опять же, приведу того же Новомосковского, вот, за, там, уже чуть больше трех лет работал, но за два года нам существенно удалось изменить настроение жителей. Ефремов, посмотрите, да, то есть, когда я первый раз приехал туда два года назад, ну, я не знаю, меня там с дикуном чуть ли, так сказать, там, палками, что-то, люди не били, да, то сегодня мы видим, что уровень доверия действующей власти, действующей муниципальной власти у жителей очень высокий. И там есть движение, мы весь город отасфальтировали, мы все отремонтировали, мы строим фоки, мы строим новые объекты социально-культурного назначения, приводим его в порядок, то есть, вот, есть примеры. Перескочу уровень муниципальной власти, но очень-очень много обращений именно по этой теме, вот, от Туликов, одна из них, Тулячка Татьяна Сергеевна из Советского района. Зачем в Туле новые бордюры меняют на новые бордюры? И зачем нам плитка вместо, в общем-то, неплохо лежащего недавнего асфальта? Давайте, расскажу. И не будет ли в следующем году булыжников, а то уже шутят, что Тула раз в год чем-нибудь доперекладывают? Раз в год, но чем-нибудь доперекладывают. Вот как раз, чтобы каждый год что-то не перекладывали, нужно сделать один раз и хорошо. Вот, что касается замены бордюра, бордюрного камня, то есть, когда формировался муниципальный заказ, то, безусловно, определили те дороги, которые нужно поставить на ремонт. Полностью, так сказать, дефектовку по этим дорогам сделать, ну, это, так сказать, ну, практически невозможно. Поэтому, действительно, попадается там и хороший бордюрный камень, ну, и, скажем, там, с невысоким объемом износа, хотя он весь формально установлен больше, чем пять лет и так далее. В принципе, он уже должен подлежать замене. Но когда мы с вами положим сейчас новый асфальт и его состыковать со старым бордюрным камнем, это, ну, во-первых, это очень трудоемко, во-вторых, это будет неправильно. Вырывать кусками тоже это, знаете, как вырванные зубы получится. И здесь, конечно, есть определенные, что называется, так сказать, грехи, но назвать это неэффективным, наверное, будет неправильно. Что касается замены плитки, которая, да, происходит. Которая подозревает в том, что это Собянинская плитка, остатки от Москвы. Нет, это плитка, которую мы купили, это как раз плитка, которую в рамках областного заказа мы приобрели на нашем тульском предприятии, компания Брайер, она, так сказать, производит сегодня плитку. Вот, и областное правительство эту плитку приобрело и передало муниципальным образованием для того, чтобы муниципальное образование эту плитку уложить. Да, не только Туле, то есть у нас большой объем, у Новомосковска, но у Тулы самый большой объем. Здесь есть следующий вопрос. Вот вкрыли Октябрьскую, например, и посмотрели, там 4 слоя асфальта лежит. Асфальт положен, вот, просто закатали его, в свое время на землю положили. То есть, ну, асфальт без слез не взглянешь, если вы были, так сказать, при этом закатано очень много было ливневок. У нас проблемы с ливневками, да. Вот сейчас перекладываем, например, плитку на той же площади Победы. Так вот, там только на площади Победы 4 ливневки. Заложенные. Заложенные, да, которые, так сказать. А вообще, я вот как раз приглашал руководителя, организация, которая выполняет эти работы, общался. До, я думаю, 15 октября все работы будут завершены. Количество ливневок заложенных и закатанных асфальтом уже больше 100 штук они вскрыли. Поэтому это тоже работа, которую все равно мы хотим или не хотим, но надо делать. Но, когда мы кладем с вами ровную новую плитку, то мы совершенно имеем другой вид у тротуара. И уже собственники помещений, они, конечно, в моем понимании должны, что называется, подтягиваться. Но по основным магистралям, мне кажется, мы должны иметь красивые, приведенные в порядок улицы. Поэтому разгребать все равно, ну, их нужно разгребать. То есть, терпим. Ну, немножко нужно потерпеть. Это неприятно, конечно, когда... Когда по дороге люди ходят. Когда ходят по дороге. Я с вами полностью согласен. Это вопрос к организации труда. Вот в этом смысле, конечно, нужно было постелить настилы, тут же убрать, постелить настилы. И чтобы люди могли ходить, ну, здесь уже, что называется, уже произошло так, как произошло. Поэтому нужно чуть-чуть потерпеть. Ну, и с бордюрами также было. Очень много вырвали, положили раздель, долго это лежало. И рвы были, и окопы, и амбразуры такие. Компанию, которая выполняет эти работы, это компания Штрабок, это такая крупная компания. Мы уже встречались с их руководством. Они не попадают у нас в срок выполнения контракта. Поэтому в отношении них будем применять штрафные санкции. И будем обязывать их выполнять, видимо, дополнительные работы для того, чтобы они свои штрафные санкции таким образом закрыли. Опять-таки подрядчики подводят. Подводят. Почему так не везет? А вот, вы знаете, я хочу сказать, почему я вот, у меня же многие толкали два года назад, говорят, да зачем нам Тулавтодор, давай, продадим его и все, и не будет. А вот Тулавтодор у нас у меня первому октября, я думаю, выполнение будет процентов 90. И первым, пятнадцатому октября, я думаю, под 100% ему подойдет. Образцово-показательная такая организация? Она не является образцово-показательной. Я сказал, что эффективность ее работы, я оценив, процентов 65-70. То есть, там есть чем заняться у нас, и там ротация по людям есть. Но мы понимаем, что это та компания, которая в этом году положит 500 тысяч тонн асфальта. Потому что она подконтрольная областного района. Не только потому что, потому что мы смогли ее сформировать, замотивировать людей, дать нормальную достойную зарплату, купить современную технику. Мы купили сейчас вот два асфальтовых завода, один в Веневе уже устанавливается. В следующем году мы будем делать еще больше. Поэтому это вопрос организации. Но вылазить из той грязи, в которой реально мы заросли, нам все-таки надо. Поверьте мне, что вы увидите результат уже к концу этого года. А в следующем году мы все объемы будем только наращивать. Но вспомните, в каком виде мы же ездили с вами, вы же видели, в каком виде парк по улице Рабочего полка. Ну слушайте, ну просто, ну это без слез не взглянешь, там же не было заборов и так далее. Мы же все это вычищаем, восстанавливаем заборы, кладем новые дорожки. Да, есть дискомфорт. Вот мне мамочки жалуются, вот нам с колясками тяжеловато пройти в парке. Ну потому что действительно много. Но там есть чем заняться, мы приведем все это в порядок. Но сделаем так, что это действительно у нас Белоусовский парк. Он будет не лесом Белоусовским, а парком. Можно еще один вопрос от жительницы Суворовского района? Раиса Ивановна Синицыной. Она пишет нам, что уже давно в ее доме протекает крыша, невозможно находиться в помещениях на пятых этажах, обслуживающая компания отказалась делать ремонт, так как денег нет. И жители дома в основном пенсионеры и не знают, куда обратиться. То есть собственных средств на реконструкцию у них нет. И вот не знают, какой программой. А вот народный бюджет следующего года, это как раз та программа, которая вам позволит решить вот такого рода проблемы. Я вообще очень активно хотел бы предложить жителям принимать участие в программе народного бюджета, потому что действительно вы можете привести в порядок свои домовладения, вы можете привести в порядок прилегающую территорию и решить многие-многие проблемы, которые есть у вас. Поэтому предлагаю жительнице Суворовского района обратиться именно к главе администрации района и принимать участие в народном бюджете 2014. Владимир Сергеевич, спасибо за время, которое вы нам уделили, но вопросов от жителей к нам в редакции пришло гораздо больше. Мы тогда все их вам передадим и надеемся, что люди получат ответ или решение проблемы. Спасибо. 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 Спасибо.